МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационно-просветительская передача «Свет миру». 26 октября в Покровском храме села Хлевная высокопреосвященнейший Никон митрополит Липецкий и Задонский возглавил Божественную Литургию. Более подробно об этом и других событиях нашей епархии смотрите в рубрике «Епархиальные вести». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26 октября настоятель Покровского храма села Хлевная претерей Иоанн Луканов и прихожане встретили высокопреосвященнейшего Никона митрополита Липецкого и Задонского. Брадик! 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 Владыка Никон в сослужении духовенства и епархии возглавил здесь Божественную Литургию. За богослужением прославляли чудотворный образ Божьей Матери Иверская. Брадик! 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 Сегодня праздник память иконы Пресвятой Богородицы Иверская, очень древняя икона. Мы ее чтим, и в этой иконе молятся обычно женщины, которые ждут детей, молятся о своих детях, о стране, о мире, о державе и о всех своих детях. Это очень почитаемый в народе праздник. Нам очень радостно, что именно в этот день Владыка посетил, потому что люди у нас очень чтут и сам образ Пресвятой Богородицы, и сам праздник. В заключение литургии правящий архиерей обратился к прихожанам с проповедью, в которой отметил материнскую любовь Пречистой Девы ко всем православным христианам. Матерь Божия Иверская, мы знаем, что она покровительница Грузии. После того, как Господь вознесся, то апостолы кинули жребий кому, в какую страну идти, и жребий Матери Божией было Иверия. Но явился ангел и сказал, Иверия потом будет, а первоначально она будет в другом месте проповедовать Евангелие. К Иверской иконе Божией Матери, находящейся на Афоне, стекается многочисленное количество паломников для поклонений и просьб молитвенной помощи. 23 октября в Липецком епархиальном управлении под председательством Высокопреосвященнейшего Никона митрополита Липецкого и Задонского состоялось очередное заседание Епархиального совета, на котором поднимались актуальные вопросы приходской жизни. Это вопросы перерегистрации храмов. Это, к сожалению, поднимался вопрос усиления безопасности храмов, так как в последнее время мы знаем из средств массовой информации, что на территории Липецкой области участились кражи имущества из храмов неизвестными лицами. Поэтому предписано настоятелям храмов, благочинам церковных округов, проявить особую бдительность при оставлении храмов без внимания, если они остаются, и привлечь народные казачьи дружины для охраны храмов в ночное время. Рассматривались также вопросы деятельности благочинения, вопросы религиозного образования и катехизации, и вопросы внутренней епархиальной жизни, вопросы административно-правового характера. В ближайшее время благочинным нашей епархии необходимо принять меры по приведению в исполнение всех принятых решений. 28 октября в Доме культуры Хлевенского района по сложившейся традиции состоялся День призывника. В этом праздничном мероприятии будущим солдатам была представлена концертная программа. На этом празднике мы организуем торжественные проводы наших ребят вооруженных сил. Это давняя сложившаяся традиция, и она из поколений веков, как говорится, продолжается и передается. Это мероприятие направлено, прежде всего, на то, чтобы... Первое, это дать напутствие нашим призывникам, рассказать им, что о них волнуются, о них переживают. Дать понять нашим призывникам, что они не просто уходят в армию, они идут защищать Родину. И второй момент, это военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Потому что, если вы заметили, то в нас, в зале, находились не только родители, не только призывники, но также находились старшеклассники нашего лицея Хлебенского, студенты Кунькологского охранного техника и подрастающее поколение в виде кадетского класса. Воодушевляя призывников на дальнейшую службу, с напутственным словом выступил участник боевых действий афганской компании Санин Анатолий Владимирович. На протяжении нескольких лет, все равно, вы сами все видите прекрасно, что мир не всегда бывает спокойным, всегда везде возникают определенные конфликты. Но лучшие конфликты возникают на сопредельных государствах, на территориях, но не только на территории нашей страны. Поэтому мы ведем не захватчивость, как некоторые пытаются объяснить, что наши действия в определенных точках, что русские пришли и так далее. Мы никуда не идем сами по себе, но мы идем на защиту. Если нас просят защитить в нашей браке, друзья, товарищи, мы обязаны это выполнить. Поэтому защита Родины является, как говорится, священным долгом для каждого мужчины, для каждого молодого человека. Такому ответственному шагу обязательно должно сопутствовать Божие благословения, отметил настоятель Покровского храма села Хлевна и оператерей Иоанн Луканов и совершил чин благословения призывников на службу в армии. Божие благословения – это не просто традиция, это действительно сложившийся такой обряд, есть даже молитва специальная, чин благословения воинов на брань, то есть на битву, и всегда перед тем, как идти на какую-то решительную битву или просто в воинскую службу, всегда священник благословлял. Раньше даже были полковые священники, которые находились непосредственно при войсках, сейчас эта традиция возрождается, и это прекрасно. А благословение всегда было. Мы решили поинтересоваться, насколько призывники готовы к службе в вооруженных силах Российской Федерации. В принципе, я готов, меня этому учили. Я не боюсь испытаний, готов встретить, как говорится, все в лицо. Ну и в принципе готов на все 100% пойти и служить. Я думаю, что это должен пройти каждый мужчина, поэтому я тоже в принципе готов. Единственное, конечно, что хотелось бы пожелать тем, кто пойдет служить, как можно больше физической подготовки, остальное все придет с опыта. Решение было добровольное, потому что пришла пора, я полностью готов. Жду повестку, жду срока назначения. Хотелось бы пожелать ребятам помощи Божией в прохождении военной службы в рядах нашей Российской Армии. 31 октября Православная Церковь прославляет апостола и евангелиста Луку. О других памятных датах вы узнаете из нашей рубрики «Православный календарь». 2 ноября чествуется память священномученика Александра Орлова. Его имя входит в собор липецких святых. Отец Александр родился в селе Толицкий Чемлык. Он окончил Тобовскую семинарию и стал священником. Его усердие в деле пасторского служения было отмечено наградой на Пиршным крестом. В 1937 году священномученика приговорили к расстрелу. 4 ноября празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Чествование этого образа установлено в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году. Зная, что бедствия попущены за грехи, весь народ и ополчение наложили на себя трехдневный пост. С молитвы обратились к Господу и Его Пречистой Матери, и молитва была услышана. 5 ноября прославляется апостол Иаков, брат Господа по плоти. Апостол был старшим сыном Иосифа Обручника. По преданию он сопровождал святое семейство при бегстве в Египет и пребывал там вместе с Богомладенством и Божией Матерью. После Вознесения Господня Иаков был первым Иерусалимским епископом. Пользовался великим уважением не только у христиан, но и среди иудеев. 6 ноября славится икона Божией Матери всех скорбящих радость. Этот образ прославился чудотворением в 1688 году. Родная сестра патриарха Иоакима Ефимия, жившая в Москве, долгое время страдала неизлечимой болезнью. Голос повелел ей отправляться в храм Преображения и приложиться к иконе Божией Матери всех скорбящих радость. Она исполнила повеление Пресвятой Богородицы и исцелилась. В рубрике «Благовестники» смотрите репортаж об ансамбле «Остров детства» при храме преподобного Серафима Саровского города Липецка. При храме во имя преподобного Серафима Саровского города Липецка на протяжении уже семи лет действует воскресная школа для детей разной возрастной группы. Настоятель этого храма протерей Сергий Гришин рассказал об истории его школы. До настоящего дня здесь нет Дом культуры или какого-то такого центра, где бы дети проводили свой досуг и устраивали какие-то мероприятия для того, чтобы как-то занять детей. Так вот, с 2006 года на пустыре по адресу улица Опытная вот здесь мы оградили участок под строительство храма Серафима Саровского и поставили строительный вагон, где организовали богослужение. И после богослужения в этом же строительном вагоне я лично сам встречался с детьми и проводили первое занятие воскресной школы. Кроме вероучительных предметов здесь работают разнообразные увлекательные кружки. Примечательна эта воскресная школа тем, что на ее базе был создан детский творческий коллектив «Остров детства», который радует многих зрителей своими выступлениями. Они танцуют, они поют и, так скажем, несут миссионерское служение. Потому что регулярно, ну где-то два-три раза в месяц они выступают в разных образовательных учреждениях нашего города, на предприятиях. В первую очередь тех руководителей, которых помогает строительство нашего храма в детских садах. И у них такая интересная, красивая форма в стиле руссконародного костюма. Ну, я хотелось бы подчеркнуть, что дети все музыкально одаренные. Два раза в неделю в вечернее время художественный руководитель ансамбля «Остров детства» Инна Валерьевна Верфель проводит с ними репетиции. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОЕ Уроки по собственному желанию. Детей, которые не хотят и по принуждению родителей здесь нет. Здесь дети, которые хотят заниматься. Сегодня просто у нас вот их было не сильно много из-за болезни. А так в нашем коллективе 12 человек. Мы с ними занимаемся два раза в неделю. Ну, им очень нравится. Нравится очень выступать. Мы выступаем обычно в кризисном центре, в детских садах выступаем. Ездили в Воронеж, в центр инвалидов в прошлом году. Ну, и везде, где нас попросят, мы не отказываем. Дети с энтузиазмом подходят к творческим занятиям. Несмотря на то, что некоторые из них посещают репетиции после школы, они не испытывают усталости. Благодаря их стремлению они достигли многих успехов. Я чувствую, что это будущее. Это будущее прихожане нашего храма. Я вижу, что семьи, в которых рождаются и воспитываются наши дети, они хорошие, благочестивые. То есть есть смена, которая придет нашему поколению. Они придут в храмы, продолжат наше дело, служение церкви, людям. Семьи, где рождаются там двое, трое, четверо детей. В основном из этих семей приходят дети. И, может быть, даже не каждый раз они в храм придут, но дети какие-то добрые. Количество ребят, посещающих эту школу, увеличивается. И родители благодарны руководству за работу по духовному и нравственному воспитанию их детей. В рубрике «Тебе поэм» смотрите литературную осеннюю зарисовку в исполнении автора Аркадия Польшина. «Тебе поэм» У крыльца тополя, тополя, Обнажились до неприличия, По золото играет земля, Словно знак боевого отличия. Серебром вышивает заря, По стеклу окончание сюжета, Перевернут листок сентября Уходящего бабьего лета. Где-то плачет набат, Где-то бьет автомат, Мне уже наплевать, Я пойду воевать. Держит меня нудит, Очередной кредит, Держит меня дна, Держит меня жена, Давит, душит обман, Манит синий туман. Где ты, мой чистый лист, Сторочек, точек, радист? Парком старым и парком темным, Сквозь вороний смердячий хвалт, Я бреду дорогой знакомой, Вспоминаю тот листопад. Здесь когда-то пели тальянки, И гитар звенели лады. Друганами мы тут сидели, Под березами, как толкачи. Воды в прошлое сквозанули, Но все так же они стоят, Их упругие красотули Никогда уже не обнять. И той осени нет, не будет, От друзей разбросала жизнь. Листопад, подари мне юность, Листопад, сороковник, скинь. Эх, древляне-поляне, Кто опять виноват? Вас не манит, славяне, Златокутрый царь-град. Долго мы созерцали Забубенных вождей, Вместо них просияли Обелиски церквей. О, великие росы, Время высушит слезы, И лихой московит Все равно водрузит На глухие утесы Измочаленный щит. Свищет ветер, Бьется ветер, Про вода хохочет осень. Мне казалось в этот вечер, Что, брожуя среди сосен, Вместо ряженого парка По тропинке одинокой Шелестит моя тальянка За красавицей жестокой. Тише ветер, легче ветер, В проводах уснула осень. Мне хотелось в этот вечер Озаглавить шепот сосен. Мы завершаем нашу передачу словами святителя Иоанна Златоустого. Не станем считать одну веру достаточной нам для спасения. Но будем заботиться и о поведении. Будем вести наилучшую жизнь, чтобы и то, и другое Способствовало нам к достижению совершенства. Увидимся через неделю. Ангела вам, Хранителя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok